На фоне общего роста рынка после победы Трампа, экосистема Эфириум зафиксировала высокую активность и рост объема транзакций в сети, который превысил 10 миллиардов. Из-за этого цена Эфира пробила ключевой уровень 3000 долларов и продолжает стремительно двигаться вверх. Но также высокий интерес среди инвесторов получает сети второго уровня, которые работают на Эфире. По последним данным, ежедневное количество транзакций в сетях второго уровня достигло исторического максимума, который превысил 13 миллионов. В то время как активные адреса составляют более полтора миллиона. Учитывая такие показатели, сектор L2 токенов на Эфире имеет высокий потенциал на то, чтобы стать самым прибыльным в предстоящем бычьем цикле на рынке. Одним из ведущих криптопроектов, которые направлены на масштабирование блокчейна Эфириум и его монета занимает первое место среди всех L2, является Mental. Проект Mental Network – это первая в мире сеть L2, созданная на основе DAO, которая имеет множество преимуществ среди других L2. Во-первых, Mental использует специальные функции для ускорения транзакций Эфириум и снижения платы за газ. Во-вторых, TVLCT всего за один год пробил 600 миллионов долларов. Также Mental имеет повышенный уровень децентрализации. На его базе построено огромное количество проектов, разработчики регулярно обновляют сеть, интегрируют ее с другими блокчейнами. И еще у Mental есть множество других функций, о которых мы поговорим сегодня в ролике. Ведь это видео является большим обзором на одну из ведущих экосистем Эфира, где я вам подробно расскажу, что такое Mental, чем он отличается от других L2, какие преимущества имеет данный проект и в конце мы проведем анализ цены, чтобы подобрать оптимальные уровни для покупки. С этим видео мы запускаем новую рубрику на канале, где будем делать для вас детальные обзоры на самые интересные и перспективные монеты. И чтобы следующий обзор вышел как можно раньше, поставьте полторы тысячи лайков. А также, если вам интересна такая рубрика, пишите в комментариях, чтобы она выходила на постоянной основе. И еще в комментариях обязательно напишите, на какую монету сделать следующий обзор. Возможно на Доги, который улетел после победы Трампа, может быть на темную лошадку Кардана, которая по непонятным причинам взлетела на 100%, или возможно какие-то другие альты. Ну а теперь без лишних слов, давайте приступать к разбору Mental. Вам приятного просмотра, с вами Влад, вы на канале Коин22, давайте начинать. Итак дорогие друзья, как я сказал в начале, мы запускаем новую рубрику, в которой будем брать одну монету и делать на нее максимально подробный обзор, с прогнозом ее будущей цены. А то, какая именно монета попадет на разбор, будет зависеть именно от вас, потому что в нашем Телеграм канале мы будем проводить голосование, и та монета, которая наберет больше голосов, попадет в следующий ролик. Также в Телеграм мы делимся актуальными новостями, событиями и различной полезной информацией для заработка на криптовалюте. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить будущее голосование. Но сегодня речь пойдет о таком проекте как Mental, давайте же узнаем, что это такое, ведь ранее вам не рассказывал об этой монете. Как вы уже поняли, Mental это блокчейн второго уровня, который работает на сети Эфириум, но при этом Mental Network построен на уникальной модульной архитектуре. В отличие от других блокчейнов, он разделяет исполнение, консенсус, расчеты и хранение на отдельные модули. Такая модульная система не только повышает масштабируемость и производительность, но и обеспечивает совместимость сети с виртуальной машиной Эфириум. Это позволяет существующим приложениям Эфириум переходить на Mental Network с минимальными изменениями. Ранее Mental назывался BDAO. Протокол был основан Джорджи Александром и Арджуном Кришаном Калси, которые стремились создать модульное решение, которое масштабировало бы возможности смарт-контрактов Эфириум. А также в создании и развитии проекта активное участие принимает биржа Бабит. В мае 2023 года был принят BIT21 от BIDAO, что привело к переформатированию BIDAO в Mental и миграции токенов ERC20BIT в ERC20MNT. И после этого Mental Network предоставила свою альфа-версию основной сети в июле 2023 года. Но за последние годы на рынке появилось много L2-проектов, такие как Base, Optimism и Arbitrum, которые успели занять лидирующие позиции. Причем даже Mental также построен с использованием технологии Optimistic Rolab, как OP и Arbitrum. Чем же от них отличается Mental? Во-первых, доступность данных. Mental использует механизм, который называется модуляризированной доступностью данных с Agent Layer. Это позволяет ему обрабатывать гораздо больше транзакций по сравнению с другими L2. И главное преимущество заключается в том, что данные легко доступны всем, кому они нужны. Это означает, что Mental может повысить скорость транзакций, не жертвуя безопасностью и не усложняя работу валидаторов. Проще говоря, он обрабатывает транзакции быстрее и сохраняет децентрализацию. Во-вторых, совместная ответственность и более быстрые выводы. Mental использует технологию под названием многостороннее вычисление, аббревиатура MPC, для снижения риска ошибок в транзакциях L2. Этот подход в сочетании с TSS позволяет специальным узлам вносить вклад в безопасный процесс проверки. Это приводит к сокращению времени ожидания вывода ваших средств. Ну и в-третьих, децентрализованный секвенсор. Mental распределяет ответственность за создание новых блоков, которые называются секвенированием, между разными участниками сети. И это устраняет любую единую точку контроля. И никому не позволяет изменять транзакции. Как я сказал ранее, сеть работает через модульную архитектуру. Так вот, Mental Network поддерживает контракты инструмента Ethereum, позволяя разработчикам свободно переносить свои дабб в их сеть с минимальными затратами. При этом модульная архитектура сети повышает ее общую эффективность за счет разделения функций исполнения, консенсуса, расчетов и доступности данных на отдельные уровни. Такой модульный подход повышает производительность и обеспечивает баланс между масштабированием, безопасностью и децентрализацией. Также, как вы можете заметить, экосистема Mental поддерживает много других проектов, которые работают на ее сети. Учитывая эти преимущества, Mental входит в топ-3 экосистемы L2 на эфире с общим показателем TVL, который менее чем за 2 года превысил 600 миллионов долларов. Поскольку Mental это отдельная сеть, у нее есть свой собственный токен под тикером MNT. Эта монета выполняет множество функций. Во-первых, это управление. Держатели токенов MNT могут голосовать по важным вопросам сети, например, обновления, финансирования и другие изменения. Каждый токен равняется одному голосу, обеспечивая децентрализацию сети Mental Network и предоставляя сообществу возможности управления. Также это комиссии за транзакцией. Mental Network использует MNT для оплаты комиссий за транзакции. Это поддерживает работу сети и дает токену важный способ применения. Также стейкинг. Токены MNT можно внести в стейкинг. Активы будут заблокированы для поддержки сетевых функций, таких как проверка транзакций и еще поддержка роста экосистемы. Токены MNT используются для финансирования инициатив по развитию экосистемы, включая поддержку новых проектов, гранты и другие разработки, которые расширяют экосистему Mental Network. За последний год команда Mental запустила множество сервисов и программ, где можно использовать токены MNT и получать за это дополнительные вознаграждения. И давайте более детальных разберем. И начнем мы с недавней инициативы под названием Синергия. Данная инициатива была запущена Tone Accelerator, которая поддерживается Tone Ventures и Mental EcoFund. Эта инициатива направлена на продвижение кроссчейн-разработок между экосистемами Tone и виртуальной машиной Ethereum. При этом Mental выступает в качестве специального партнера EVM. Синергия открывает возможности для соединения более 950 миллионов пользователей Telegram с более чем 90 миллиардами долларов кроссчейн-ликвидности, открывая двери для новых инноваций и коммерческих возможностей для проектов. Программа направлена на то, чтобы дать разработчикам возможность создавать приложения, которые охватывают обе экосистемы, продвигая следующее поколение кроссчейн-решений. Наряду с фондом в 5 миллионов долларов участники получают поддержку в таких важных областях, как проектирование продукта, техническая интеграция и стратегия выхода на рынок, что максимизирует их потенциал для успеха. При поддержке ликвидности Mental, масштабируемой инфраструктуры и обширной экосистемы Tone разработчики могут использовать эти две мощные сети для создания приложений. А как мы знаем, чем больше проектов создается на сети, тем сильнее это влияет на рост внутренней монеты. Также буквально на прошлой неделе стартовали осенние игры в Mental, в которых можно получать токены KUK, CM Ethereum и MNT. На осеннем турнире Mental Games будет использоваться система начисления очков с ежемесячной и еженедельной таблицей лидеров. Очки называются листовками, и чем больше листовок вы соберете до 2 декабря, тем больше токенов по окончанию турнира вы получите. Призовой фонд составляет 4000 MNT, 4000 других токенов, также можно получить NFT, а еще специальную роль в Дискорде. Думаю, тем, кто любит поиграть в игры, это будет интересно. Далее хотел бы вас познакомить со специальным протоколом, который позволяет создавать NFT. Ведь до 14 ноября все, кто создаст NFT на Mental, используя программу Lutex, автоматически участвуют в большом розыгрыше, в котором 100 случайных победителей получат награду из общего пула в размере 2910 токенов MNT. Плюс в том, что за создание NFT участники даже не платят комиссии, из-за чего такая простая активность позволяет получить токены от проекта. Думаю, такой формат будет уже интересен тем, кто выполняет различные активности от разных проектов для получения дополнительных монет. Также прямо сейчас проходит второй сезон Метаморфоз от протокола Mental, в котором пользователи могут получать токены за стейкинг своих монет. Стейкинг токенов также проводится через специальный собственный протокол Mental, который имеет внутреннюю монету M-Ethereum. SM-Ethereum позволяет Mental предложить пользователям беспрепятственный доступ к многочисленным возможностям ликвидного стейкинга, при этом продолжая пользоваться базовой доходностью Ethereum, будущими интеграциями L2, вознаграждениями токенов Cook и многим другим, просто обменяв свои M-Ethereum на токены CM-Ethereum. Как и в первом сезоне, второй сезон позволит пользователям получать специальные очки, которые в будущем конвертируются в токены Cook. И все эти операции проводятся на специальных площадках, которые запустили разработчики Mental. Что касается вот этого нового токена Cook, то недавно биржи, в том числе Bybit, провели его листинг. Cook – это монета управления для протокола M-Ethereum, используемая для голосования по развитию экосистемы и для других вопросов по протоколу. И теперь после его полноценного запуска, именно он будет поддерживать сервис для стейкинга от проекта Mental. С момента запуска M-Ethereum в ноябре 2023 года протокол обеспечил себе доминирующую долю на общем рынке ликвидного стейкинга Ethereum с более чем 1,2 миллиарда долларов TVL, за счет чего токены можно не просто халдить, но и получать проценты за стейкинг. И на самом деле Mental предлагает многие другие возможности для получения дополнительных токенов. Ну а что же можно сказать о цене самого токена MNT и какие у него есть перспективы на ближайшее время? На прошлой неделе цене монеты удалось выйти из-под давления нисходящей линии тренда, которая сформировалась на графике еще в конце марта. В начале августа цена протестировала локальное дно на уровне 50 центов. Далее началась фаза консолидации, которая проходила в диапазоне 53-65 центов. Как это происходит у многих других монет, после длительной консолидации цена пробила долгосрочную нисходящую линию. И на общем фоне всего рынка монета зафиксировала 70% роста, отметив локальный максимум на уровне 90 центов. Данный уровень выступает сильным сопротивлением, ведь в июле MNT не удалось перевернуть его в поддержку, из-за чего цена продолжила падать. При этом первая поддержка находится около уровня 73 центов, выше которого цена начинает формировать консолидацию. Далее есть еще два диапазона, которые трейдеры будут использовать для покупки. Во-первых, это уровень 70 центов, где проходит 200 и май. А во-вторых, это диапазон 65 центов, который ранее выступал сопротивлением вот этого горизонтального торгового канала. После такого активного роста, рынок как правило корректируется, ведь трейдеры фиксируют прибыль. Следовательно, если рассматривать MNT для покупки, то для этого лучше всего подходят уровни, которые находятся перед вами. И лучшим вариантом будет частичное накопление с дополнительным усреднением в случае просадки. Но несмотря на то, что Mantle это хорошая, быстро растущая сеть L2, у нее, как и у всех, есть свои недостатки. Например, система релапов, которые используют Mantle, работает очень сложно. И в случае малейшей ошибки, есть риски больших задержек транзакций. Также у Mantle высокая зависимость от эфира. И по факту система безопасности полностью полагается на эфириум. А также при нагрузке на сеть, комиссия Mantle сильно повышается, за счет чего снижается рентабельность использования сети. Ну и конечно же, среди всех L2 на эфире очень высокая конкуренция. Тем не менее, Mantle и проводит разные обновления, запускает программы по стекингу, для привлечения новых пользователей, а также проводит интеграции с другими проектами, как например Tone. Таким образом, токен MNT можно рассмотреть в качестве диверсификации портфеля, если вы покупаете другие L2 монеты на эфире. Поэтому предлагаю вам изучить Mantle самостоятельно, благо вся информация есть в свободном доступе. Ну а перед покупкой, обратите особое внимание на ключевые уровни поддержки. А мы в свою очередь, будем готовить для вас новый обзор, с новой интересной монетой. Так что напоминаю, поддерживайте видео лайком, оставляйте варианты для обзора в комментариях, а в нашем Telegram скоро будет запущено голосование. Поэтому, чтобы его не пропустить, обязательно подпишитесь. Ну а с вами был Влад, всем желаю удачи, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok